МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. В Архангельске изъяли более трёх тонн рыбы, привезённой из Ненецкого округа на продажу. Кто причастен к этому правонарушению? Трудовые каникулы. Какие профессиональные функции выполняют подростки во время летней кампании по трудоустройству и на какую оплату могут рассчитывать? Подведены итоги конкурса поздравлений к юбилею Ненецкого округа. Кто получил главный приз? В феврале 2019 года пограничным управлением ФСБ России по Западному Арктическому району в городе Архангельске были проведены оперативно-розыскные мероприятия совместно с должностными лицами Управления Россельхознадзора. По итогу мониторинга системы «Меркурий» в Ненецком округе было возбуждено уголовное дело. В Архангельске был обнаружен автомобиль, в котором перевозилась мороженая рыба общим весом более трёх тонн. Продукция принадлежит индивидуальному предпринимателю, который реализует её на центральном областном рынке. В ходе оперативного мероприятия было выявлено нарушение следующих правил. Рыба была упакована в полипропиленовые мешки, не имеющие маркировки, этикеток или листовых вкладышей с указанием полной информации о производителе и товаре. Перевозили груз в автомобиле, который не был оборудован рефрижераторной установкой без сопроводительных ветеринарных и товаро-транспортных документов. Индивидуальный предприниматель, владелец данной рыбы, привлечён к административной ответственности с назначением штрафа общей суммой 70 тысяч рублей. От данной партии рыбы были отобраны пробы, направленные на лабораторные исследования в Санкт-Петербург, ФГБ ЛМВЛ. В результате данных лабораторных исследований выявлено превышение по показателям мышьяк практически в пять раз больше допустимого уровня. Обнаруженные биоресурсы были уничтожены. В ходе оперативного расследования также был проведён мониторинг системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Установлено, что ветеринарный врач одной из ветеринарной станций в Ненецком автономном округе проводил экспертизу незаконно, выловленной браконьерами рыбы, которая затем и была привезена в город Архангельск на продажу. Кроме того, он выдавал ветеринарные документы и другим производителям на продукцию, имеющую положительные результаты экспертизы, а также на рыбу неизвестного происхождения. Эти нарушения повлекли за собой не только привлечение к административной ответственности, но и возбуждение уголовного дела, предусмотренного частью первой статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наталья Кислякова, Телеканал «Север». Строительство порта в Индиге начнется в 2020 году. Такое заявление сделал глава корпорации АИОН Роман Троценко. Цитирую. «В следующем году. В следующем сезоне начнем строительно-монтажные работы». Конец цитаты. Напомню, в апреле этого года в ходе Международного арктического форума «Арктика. Территория диалога», который проходил в Санкт-Петербурге, между администрацией Ненецкого округа и корпорацией АИОН было заключено соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории Заполярья. Речь идет о намерении корпорации АИОН реализовать на территории Ненецкого округа инвестпроект по строительству и развитию морского порта Индига. Предметом соглашения является вложение в проект инвестиций, которые будут способствовать развитию Ненецкого округа и созданию новых рабочих мест. Кроме того, как отмечается в документе, в консолидированный бюджет Ненецкого округа поступят дополнительные доходы в виде уплачиваемых налогов. Троценко также отметил, что стоимость проектов без учета железнодорожной составляющей составляет около 100 миллиардов рублей. По оценкам АИОН, железная дорога по маршруту обойдется в 160 миллиардов рублей. Ожидается, что контракты на перевозку грузов заключат вместе с началом строительных работ. Идет второй этап летней кампании по трудоустройству подростков в каникулярный период. Чем занимаются школьники, какова реальная оплата их труда, узнала моя коллега Наталья Кислякова. Все подробности в следующем материале. Раиса Гарманова решила подработать на летний период. Сходила в центр занятости, подалась заявление и стала ждать звонка. Самое первое предложение обрадовала. Вожатый в детском танцевальном лагере. Раиса признается, любовь к детям помогла в работе и теперь школьница осталась на вторую смену. Мне сразу было легко, мы нашли общий язык сразу, с первого взгляда прям. Мне очень понравилось. Как с первой смены, как и со второй сейчас. Очень нравится. Многие друзья, которые работают физическим трудом, они завидуют мне, потому что мне повезло попасть именно сюда. Впрочем, не всем удалось найти подход к детям. Камила Уленицкая не сразу завоевала доверие ребят. Но постепенно у нее это получилось. Здесь интересно, во всяком случае. Дети имеют свои какие-то качества и можно даже у них чему-то научиться. У Камилы это первый опыт серьезной работы. Хотя она уже задумывается о том, чтобы связать свою будущую профессию с воспитанием детей. Камила признается, возможность летних подработок может помочь школьникам выбрать близкую сферу деятельности для будущей профессии. Мне кажется, это плюс для детей, потому что они имеют опыт уже хоть какой-либо работы и в дальнейшем это может им пригодиться. То есть не чисто как физический труд, а, например, вот та же работа с детьми. Возможно, от вот этих летних подработок зависит их будущая профессия. Распорядок дня в танцевальном лагере необычный. Ребята занимаются вокалом, пробуют себя в новых танцевальных стилях, сходятся в баттлах постоянно, учатся новому. Уже более трех лет Центр развития и досуга элит ведет сотрудничество с Центром занятости населения. Все начиналось с небольших групп по 48 детей. Тогда в команду школы танцев набрали трех вожатых. Время шло, группы пополнялись. И в этот раз уже 10 активных ребят пришли в дружный коллектив элита. И поделиться знаниями с кем-то, может быть, было бы неплохо. И вдруг бы мы бы так их заинтересовали, что они могли бы быть в дальнейшем какими-то воспитателями, либо работать с детьми, что-то выбрали. То есть почему бы не сделать такой акцент, чтобы найти себе в дальнейшем каких-то помощников. И как-то у нас так все закрутилось, завертелось. В принципе, мы очень хорошо начали находить детей различных, которые у нас сработали и в июне, и в августе. И бывало такое, что некоторые дети вообще несколько лет подряд у нас сработали одни и те же. Для того, чтобы трудоустроиться в свободное от учебы время, необходимо подать заявление в Центр занятости населения, указать приоритетные месяцы работы и оставить контактные данные заявителя и его родителей. В июне у нас в общей сложности приступили к работе 760 несовершеннолетних граждан, которые работали как в бюджетных, так и в небюджетных организациях на территории всего Нинскоавтономного округа. То есть не только город и поселок Искатель, но и муниципальные образования, сельские населенные пункты. Сейчас в июле у нас направлено на временное трудоустройство более 300 человек. Также работают как в бюджетных организациях, так и во внебюджетных организациях. У родителей работающих подростков возникли вопросы и недопонимания по поводу оплаты труда ребят. Внесем ясность. На одного человека выделяется 31 290 рублей. Из них удерживаются налоги, страховые взносы и так далее. В конечном итоге подросток за месяц получает 21 тысячу рублей. 412 абитуриентов из Нинницкого округа уже подали заявление на получение среднего профессионального образования в Нарьинмаре. Самыми популярными специальностями стали информационные системы и программирование в Нинницком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в Нинницком профессиональном училище и адаптивная физическая культура в Нарьинмарском социально-гуманитарном колледже имени Ваучейского. Прием на эти направления в Нинницком округе ведется впервые, а по окончанию обучения полученные специалистами навыки и профессии будут соответствовать современным международным стандартам WorldSkills. В целом за счет средств окружного бюджета среднее профессиональное образование в Нарьинмаре получит порядка 275 жителей округа по 11 направлениям. Из них 7 групп будут обучаться по новым специальностям, набор на которые ведется впервые. Для училища такими профессиями стали мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. Колледж набирает специалистов по направлениям адаптивная физическая культура и технология эстетических услуг, а техникум – операционная деятельность в логистике, технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий и информационные системы и программирование. Как сообщили в профильном ведомстве, перечни компетенций формируются с учетом потребностей рынка и развитием современных технологий, а также с целью повысить шансы на получение работы и возможности к самореализации при выборе профессионального пути у молодежи на территории округа. Кроме новых специальностей, набор студентов на бюджетные места ведется на традиционные для этих СПО направления. В НПУ – повар-кондитер, ФСГК, педагогика дополнительного образования и финансы, в НАЭТИ – ветеринария, на каждое из которых на бюджетные места будет принято по 25 человек. Набор ориентирован в основном на выпускников девятых классов. Исключения составляют направления подготовки финансы и технологии эстетических услуг. По этим специальностям колледж принимает только статистатам о среднем общем образовании 11 классов. Срок обучения при этом составляет 2 года 10 месяцев. Прием документов образовательное учреждение продолжается. На обучение студентов зачислят в августе. В контактном зоопарке Нарьинмара пополнение. Недавно буренка милка отелилась. У малыша пока нет имени, его придумывают посетители зоопарка. Контактный зоопарк существует при конно-спортивном клубе «Фортуна». Здесь 6 лошадей, ослик, 2 коровы, 4 собаки, кролики, енот, носуха, енотовидная собака, домашний гусь, дикий лебедь, козы и козлята, ворона и даже верблюд. Недавно к ним присоединился теленок. Двое суток сотрудники клуба готовились к родам коровы-милки. Начались они поздно ночью и продолжались до следующего дня. Я подъехала, позвонила мне канавод Максим. Просидели мы всю ночь, вот здесь, напротив вот этой клетки, на скамейке, посмотрели все видео, как рожают коровы, где рожают, потому что она не могла родить. Приемные часы в медстанции 8.30. Подняли лошадника в городе Новодвинска. Евгению нас консультировала. Дожили до утра. Приехали к нам медстанция наша, Александр и Николай. Мы сделали стимуляцию корове, корова все-таки решила в этот день нам не рожать. Мы только разъехались по домам, только заснули звонок канавода Максима, что все-таки корова надумала. Мы все обратно приехали сюда. У коровы начались роды, но теленок оказался крупным. И благодаря сотрудникам медстанции они нам его вытащили. Добавлю, в ближайшее время посетители контактного зоопарка смогут выбрать ими теленку. Кстати, это девочка. Подведены итоги конкурса поздравлений к юбилею Нинецкого округа. Напомню, его телеканал «Север» объявил в своей официальной группе в социальной сети ВКонтакте 15 июля в день образования округа. Победителя и призеров определили по количеству лайков. О том, кто получил наибольшую поддержку от наших подписчиков и кому достался главный приз – смартфон от нашего информационного партнера компании «Такси Тройка» расскажем прямо сейчас. Наше знакомство с творчеством Марины Гурьяновой произошло благодаря конкурсу поздравлений к юбилею Нинецкого округа. Свои признания в любви к заполярному краю Марина Валерьевна выражает в стихах собственного сочинения. Родина на краешке земли, Где встречаю я закаты и рассветы, Ты лежишь в морожковой дали, И купаешься в потоках света. Маленькая родина моя, Край оленей, Севером зовется, Для кого-то простая хамат зовется, Для меня же ты – судьба моя. Много стихов написано о нашей Нинецкой земле, хотя я сама из Владимирской области. Вот так прониклись к северу? Да. А мы приехали сюда в 1974 году, и вот уже 45 лет, считай, 90 лет округу, половину мы здесь живем. Здесь она окончила школу и педагогическое училище. Вот уже 39 лет работает учителем начальных классов школы посёлка Искателей. Признаётся, в это же время начала писать стихи. Иногда радую коллег своих, читаю к празднику. Но вот иногда детям, родителям. Вот написаны стихи на разные темы. Вот здесь множество. Я выборку сделала. Брат говорит – книгу пиши. А я вот как-то всё для себя, да для себя. Ну вот как-то так. Всё для себя. Как-то не задумывалась. Хотя вот в книгах напечатаны стихи. Вот была книга «Шестой год. Ты в меня поверь». Это в округе издавалась книга. Здесь написано стихотворение «Мой север». Вот такая книжка в 2010 году выходила в Заполярном районе. Администрация Заполярного района выпустила к отню учителя. И вот в книге, которую я выпустила благодаря издательскому дому «Наринмар» к 40-летию нашей школы, здесь тоже включены стихи. О том, что Ненецкий округ стал судьбоносным в её жизни, Марина Валерьевна не скрывает. Многое связывает с этой землёй. Поэтому и юношеские годы, и вторая школа, где училась, и агитбригада, где Владимир Григорьевич Филиппчик. И все мы здесь, поселковые особенно, участие принимали. Альбина Ивановна Беляева, Урина Фёдоровна и Галушина, мама. Вот. Потом Ульяна Аполлоновна из Томина. Это прекрасный руководитель педучилища и мой преподаватель истории. Вот. Я до сих пор благодарна всем людям, которые идут по жизни со мной. Это Раиса Ивановна Челенко, директор нашей школы, и моя первая учительница в плане подготовки моей к теперешней деятельности учительской. То есть я у неё была на практике. Вот. И много лет мы вместе проработали. Я её второй мамой называю. Очень дорог мне этот человек. Вот. Коллеги, которые всегда рядом. Коллектив уже родной. Многие, конечно, сменились уже. Много молодых. Но идём по жизни рядом. Воспитывая в детях чувство патриотизма. Творчество Марины Валерьевны и её искреннюю любовь к Нинецкому округу мы не могли оставить без внимания. Впрочем, в этом нас поддержали и наши подписчики, отдав наибольшее количество голосов за её поздравления к юбилею округа. Мы хотим вручить вам от нашего телеканала приз, заслуженный приз за ваше участие в нашем конкурсе, поздравлений к юбилею Нинецкого автономного округа. Это вот современный такой смартфон, красивый. Посмотрите, разберётесь. Здесь хорошая разрешающая способность камеры, поэтому мы думаем, что вы и дальнейшем будете принимать участие в наших конкурсах, будете фотографировать в том числе и присылать. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Очень приятно. Буквально перед приездом нашей съёмочной группы сегодня утром Марина Валерьевна написала новое стихотворение «Признание в любви к Северному краю». Сегодня его премьера. Большие города по-своему красивы, другие страны тоже хороши. Но край Морошковой настолько дивный, поверьте, краше места не найти. Живи, моя земля, цвети мой край оленей, и пусть за сетью дней и лет малыш, идущий по планете, произнесёт – на свете краше места нет. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Пока в России полным ходом идёт молодёжная форумная кампания, наш округ тоже не остался в стороне и провёл на территории села Тельвиска форум народной культуры «Тельвиска.Арт». Восемь лет подряд он собирает ребят из разных муниципалитетов округа для изучения основ народной культуры, для дальнейшего творческого и профессионального роста. В работе форума приняли участие ребята из посёлка Нельминос, Оксина, Харуты, Тельвиски, Харивера, Коткина, Великовисочного и Нарьинмара, с которыми 10 дней занимались столичные преподаватели. В программе – самые разнообразные дисциплины. Мастер-классы от ведущих специалистов по фольклору, по народному творчеству – это очень сложно. И к нам ребята приезжают, не могут себе приехать, потому что что-то должно быть внутри у ребят такое, чтобы они горели тем, что же, чем же цело. Народные танцы, частушки, пословицы, хороводы, народные игры. Ну, масса всего. Они учатся на балайке, гусли, на гармошке, ложке, трещотке. Ну, много что есть у них. Ребята сдружились, общаются. Поэтому я очень рада, что у нас здесь живёт, процветает. Был это графический, потом уже стал региональный. Был такой лагерь, а лагерь потом стали форум. То есть мы меняем форму, да, но не отходим от того, что мы хотели вложить в эти детей. Среди ребят и постоянные участники. Для Антона Притыка этот форум уже четвёртый по счёту. С каждым годом его творческий потенциал и мастерство заметно растёт. Первый мой раз был – это чисто народное направление. Поскольку я уже играл в лошкарях в ансамбле, мне было это очень интересно, узнать народные песни, пляски, как это всё проходило. На следующий год приехал другой руководитель, и мы начали заниматься плотно театром. Именно актёрской игрой, и вся постановка была, и, ну, по большей части, на этом. А в этот раз же добавили современную хореографию, тем самым вообще изменив как-то полностью форум. То есть для нас это было неожиданно, вообще никак. Не знаю, но это очень интересно. И мы даже без устали можем заниматься хоть целый день. Ну, именно вот этим. Итоговым мероприятием форума стали гастроли участников посёлка Красная и окружную столицу, где в том числе в День образования округа они провели концертно-игровую программу «Вечёра у Печёры». Примечательно, что самым значимым результатом многолетней работы форума является поступление участников разных лет в образовательные учреждения культуры, после чего молодые профессионалы возвращаются обратно в родной округ. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды.